Старчество Духовное подчинение послушника Старцу, исповеднику, духовнику, игумену Открытие ему всех помыслов Для того, чтобы можно было научиться Искусству из искусств духовному деланию Монашество вообще это то, чему именно учатся друг у друга Живые люди у живых людей Хотя существует очень много книг о монашестве Книг замечательных, нужных Книг, которые передают и сам дух даже монашества Но все равно они не могут восполнить Вот это вот живое общение И передачу живого опыта Борьбы со своими собственными страстями Которая, собственно говоря, и является Целью и основанием монашеского подвига Вот почему всегда в монастырях Была так важна и в монашестве В целом важна традиция Которую, есть вот такое славянское слово Друг друга приимательно передает от старших к младшим От тех, кто уже живет в монастыре к новоначальным Старчество предполагает полное руководство В духовной жизни новоначального его старца Человек в идеале не должен иметь никаких Скрытых от своего духовного наставника Мыслей, слов, желаний Ну, потому что называется помыслами в монашеской традиции И все свои поступки должен поверять старцу И все, что он делает, делает только по его благословению Так, в таком самоотречном, если можно так сказать, послушании И передается монашеская традиция В XIX веке, благодаря деятельности учеников Замечательного нашего отечественного подвижника Преподобного Паисия Величковского Монашество стало возрождаться в России И одним из центров такого возрождения монашеского делания Стала Оптино-Пустынь Известный и знаменитый впоследствии на всю Россию монастырь Но не только Оптино-Пустынь, другие монастыри Скажем, в современной Румынии это Нямецкий монастырь Который также, благодаря трудам самого старца Паисия И его сподвижников, стал центром духовного возрождения Настолько, что до сегодняшнего дня В румынском языке, который, ну, все-таки Сегодня далек от славянского существует Слово «старец», оно так и не переводится Старец, это Игумен монастыря Старица, это Игумене монастыря И даже дом, в котором живет Игумен или Игумене По-румынски «стариция» То есть место, где живет старец И в XIX веке в России получилось так, что к духовникам Оптиной Пустыни постепенно начали приезжать на исповедь Для духовного совета, для духовного руководства И просто совета по каким-то житейским вопросам Начали приезжать множество богомойцев Начиная от самых простых крестьян и крестьянок То есть тех, кто наполнял обитель во все дни Заканчивая людьми достаточно известными Интеллектуально богатыми Это и известные славянофилы Братья Киреевские Это и тот кружок, который сложился Впоследствии вокруг Оптинского старца Макария Занимавшийся переводами на русский язык Святоотеческой литературы Это и Николай Васильевич Гоголь Это и Лев Николаевич Толстой Который хоть и был величайшим путанником И хулителем православной церкви Тем не менее к старцам его тянуло И его знаменитый уход из Ясной Поляны Был не просто уходом на станцию Остапова Там его задержали его, так сказать, родственники и сторонники Потому что никак не хотели пустить его Конечные цели его ухода в Оптину пустынь Он же ушел из Ясной Поляны в Оптину пустынь Но по дороге заболел и на станции Остапова скончался То есть уже само перечисление тех имен А их гораздо больше И имен очень известных в истории русской культуры Русской литературы, русской духовной мысли Говорит о том, что это явление старчества Интересовало самый широкий круг общества И без Оптиной пустыни и ее старчества Наверное, русскую духовную культуру И вообще русскую культуру XIX века Себе также невозможно представить Надо сказать, что в наше время И в других поместных церквах Это явление старчества более или менее схоже С тем, которое было в России Началось в России в XIX веке Скажем, мне приходилось в Румынии В начале 90-х посещать Очень известного на всю Румынию Не только в Румынии Духовника старца Клеопу Вот сейчас иногда можно прочитать Кое-какие его проповеди Или беседы в переводе На православии Ру встречается Человека необыкновенно глубокого Удивительного для нашего времени подвижника Человека, который и прошел Коммунистическую тюрьму И жизнь в лесу, где приходилось скрываться Это в 40-е и 50-е годы Когда в Румынии, в общем, было достаточно Уже в коммунистической Румынии Было достаточно сильное гонение на церковь И который, тем не менее Где-то уже в 90-е годы Почитался, наверное, всей стороной Как один из величайших, из древних старцев Я пришел в Троицу Сергию Лавру Когда там был в силе И когда там был известен всем Отец Кирилл Павлов Замечательный тоже духовник Самый настоящий старец Все знают про отца Иоанна Крестьянкина В частности, благодаря, может быть, Последней книге отца Тихона Шевкунова Этот человек стал известен всей России Но и до этого его знала, может быть, Без привлечения вся церковь Много людей Как правило, это монастырские духовники Которые как бы не только Исполняют свое монастырское послушание Но и могут помогать людям Которые приходят к ним из мира Вот в Акафисте преподобному Сергию Есть такие слова Такое поэтическое сравнение Сосуд благодати полной И преизливающийся Вот так можно, наверное, охарактеризовать Каждого человека, о котором мы говорим Каждого старца Владыка, это очень красивая характеристика Но в обывательском сознании Старец – это прежде всего прозорливый человек И даже вот вы сейчас рассказывали Про свою удивительную встречу со старцем А у меня было искушение вас спросить Он вам что-то такое открыл? Что-то такое сказал? Вы знаете, да Я был с моим коллегой С одним еще студентом Мы были три ермонаха Да, у нас было трое Вот И когда ему сказали Что вот три ермонаха Студента из России Он тогда сказал О, говорит, митрополиты идут Митрополиты идут пропустить Ну, в шутку, конечно, да Но вот двое из нас уже митрополиты Третий архиепископ пока Ну, я, конечно, шучу Поскольку это, может быть, была просто такая Такая шутка с его стороны На самом деле, если говорить серьезно То самое ненужное К чему, как правило, стремятся очень многие Это, конечно, поиск прозорливости Ни в коем случае Не надо Мы профанируем все Мы профанируем веру Мы профанируем старчество как явление И вообще вот Само христианство Потому что Повторюсь, старец – это человек Который может, исходя из своего Благодатного опыта Духовной жизни Из опыта своих предшественников Помочь человеку В решении его внутренних проблем Прозорливость Вообще не входит в число Христианских добродетелей Каких-то, да Потому что она, ну, как правило Ничего доброго Ну, человек Никому не приносит То есть, Владыка, получается, что Старцы есть и в наши дни Я думаю, что да Есть и в наши дни Духовно опытные люди И в монастырях И, наверное, на приходах Я думаю, что Без их существования Наверное, и церкви было бы Очень тяжело существовать Поэтому есть, но Мне претит вот тот ажиотаж Который сегодня вокруг этого возникает Ажиотаж явно нездоровый Ажиотаж явно замешанный На нашей всеобщей коммерциализации Такое вот примитивное Сведение всех отношений В том числе отношения с Богом К таким примитивным схемам Вот ты мне, я тебе И поэтому, наверное, вот Второе, о чем я бы мог сказать Это о том, что Вот этот ажиотаж, конечно же Не имеет никакого Ничего общего С действительно Духовной жизнью Тот ажиотаж Который сегодня, к сожалению Очень часто встречается То есть, получается, что Понятие старчества Очень связано с понятием Духовное наставничество Это практически одно и то же Это именно Духовный наставник И, как любой Духовный наставник Он все-таки должен знать человека Он должен какое-то Ну, какое-то время Быть рядом с ним Да, вот как вот Замечательный пример Одного старца Может быть Последних времен Последних не в смысле Что, а вот Совсем недавних времен Это, конечно, старец Паисий Который хоть и не имел Священного сана Но вот Духовно окормлял Целый женский монастырь Сурати Который сегодня Один из лучших И благоустроеннейших Монастырей в Греции Поэтому Каждый раз Когда Вот к старцу Действительному Или просто, так сказать Народом прославляемому В качестве такового Приезжает кто-то Со стороны И требует Немедленного чуда То есть Вот ты меня не знаешь Вот Ну-ка расскажи мне Всю мою жизнь И скажи мне Что мне делать дальше Это Я воспринимаю Как кощунство Какое-то И Ни один старец Действительно Ни один духовно Опытный человек Не подастся На такие просьбы Претензии И Скорее всего Просто очень мирно Тихо Но этого человека Отпущет его своясь Сказав ему Несколько слов Утешения А там же Где Начинается Вот Такое Подыгрывание Вот этому Настроению Там Мне кажется Подлинной духовной жизни Тем более Подлинного старчества Нет и не бывало И тем не менее Современный человек Ищет старцев Чтобы получить Какой-то там Особый совет Наставление Правильно ли это И нужно ли Словеку церковленному Вы знаете В духовной жизни Человека Все должно Складываться Само собой Естественно И по воле Божьей Поэтому Когда человек Начинает Ездить Для того Чтобы Или просто Советоваться С разными людьми Есть прекрасное Место У Авы Дорофея Он говорит Слова Псалма Спасение Во многом Совете Но не говорит Не в совете С многими А во многом Совете С опытным человеком А у нас К сожалению Очень любят Вот так вот И к одному Вот я была Вот такого Старого Вот туда К старцу Это конечно Уже какое-то Язычество Это Совершенно Неправильное Отношение Тем более Что в принципе Если мы Увидели Духовно Опытного Человека И действительно Смогли Каким-то образом Около него Побыть И посмотреть На него Этого Иногда Святых Вот Потому что Ну Человек Исполнивший Заповеди Божьи Человек Сподобившийся Благодати Божьей Он сам Вот Отличается Настолько От мира Окружающего Его Что сам По себе Служит Назиданием Но Повторюсь Вот Специально Сегодня В наши дни Ехать Искать Старцев Вот Так Мне кажется Как правило Как правило Ну В лучшем Случа Не приносит Никакой Пользы Вот Ну И Конечно Совершенно Чудовищная Практика Когда У нас Висят Объявления Где-то Там С отрывными Номерами Телефонов Да Что Поездка К старцу Поездка К старцу Поездка К старцу Ну Это уже Это уже Просто бизнес Такой Очень И Совершенно Такой Двусмысленный Я даже где-то слышала Что сейчас Не благословляют На вот Такое Ну Что значит Не благословляют Никто не может Никому запретить Ничего Да Мы Свободные люди Живем в свободной Стране Сел да поехал Туда куда хочешь И делаешь То что хочешь А вот Поэтому Не то что Запрещают Не благословляют Но Пытаются Мы пытаемся Объяснять Что Духовная жизнь Не заключается В поездках От одного Только священника К другому Это касается И приходских Священников Иногда У некоторых Людей Появляется Такое Вы знаете Вот пренебрежительное Отношение Отношение К обычным Священникам Вот я была У старца Вот это Да Это там Что там Какие-то там Батюшки Жена Дети Или вообще Мальчишка Вот Это конечно Хула на дух Святого Та самая Которая сказана В священном писании Что она не прощается Поэтому Вот Все Нужно делать Внимательно И с рассуждением Владыка Ну вот Вы вспомнили Поисия Святогорца Сказали Что вот Он окормлял Паству Но я думаю Наверное до сих пор Окормляет Потому что Его труды читают И вот Духовные наставления Даже тех старцев Которые не занимались Тем деланием Чтобы записывать Свои поучения Они же все равно Свои плоды дают Может быть сказать Что современному человеку Следует так искать Старцев А они рядом Я думаю Современному человеку Нужно Воцерковляться Ходить в храм Участвовать в таинствах Читать Книги Духовную литературу В том числе Вот писание Тех людей Которые были Духовно опытными И пользовались При жизни Таким вот Расположением Многих людей И Господь Пошлет ему В свое время Все что ему нужно Доброго Духовника Доброго Общину церковную А если это будет нужно И приведет его В какой-то монастырь Где он встретит монаха Может быть Не прославленного Может быть К тому Которому не ездят Туристы Духовные Целыми автобусами Но такого Который Именно ему Сможет дать Тот совет Который ему В это время Нужен И если человек Услышит Этот совет Если он исполнит Этот совет Благо ему будет И это будет Та вот польза Которую он может Получить Спасибо Владыка Это прекрасный финал Для нашей сегодняшней беседы А мы продолжим Тему духовного руководства И свои вопросы Вы можете Задавать нам Присылая их На электронный адрес Который видите На своих экранах А также На портале Православие И современность До свидания Ангел вам Хранителя Редактор субтитров А.Семкин